Созерцание бесконечного потока бурлящей воды погружает в состояние нирваны и настоящего блаженства. Поэтому сегодня предлагаем отправиться в виртуальное путешествие по самым живописным водопадам мира. Начнем с Ниагарского водопада, расположенного на границе Канады и Соединенных Штатов Америки. Высота этого красавца 51 метр. Каждую секунду с этой высоты падает 28 миллионов литров воды. Грохот разносится на несколько сотен километров вокруг, так что близко к Ниагарскому водопаду подойти невозможно. Зато рыбы в этом ревущем потоке воды чувствуют себя вполне комфортно. Подушку безопасности для морских обитателей создает белая пена внизу гигантской бездны. Следующая точка на карте – водопад Виктория. Назван он в честь британской королевы. И это имя водопаду дал первый открыватель Дэвид Ливингстон, который был поражен величественностью неспадающего потока воды. Больше всего дух захватывает у путешественников, которые решаются на вертолетную экскурсию. На краю пропасти водопад разделяется на четыре части речными островами. Сверху вид просто потрясающий. И если над остальными водопадами мира можно увидеть дневную радугу, здесь вполне привычное явление ночная, созданная лунным светом. Коренные жители приглашают самых смелых туристов искупаться в дьявольской купели. Это природный бассейн у самого обрыва водопада. Третью остановку сегодня совершим в Южной Америке. Вдоль комплекса водопадов Игуасу проходит граница между двумя самыми большими странами континента – Аргентиной и Бразилией. Открыли водопад в 16 веке. Тогда испанский конкисадор искал золото в этой местности, а нашел настоящий природный клад. Часто Игуасу называют восьмым чудом света. Особую популярность ему придает невероятно красивая окружающая среда. Густой лес из бамбука, пальм и папоротников. Экзотические цветы, диких орхидей и бегомий. По периметру разбросана сеть дорожек и подступов. Поэтому насладиться великолепием первозданной природы можно с очень близкого расстояния. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!